Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня на летсплее игра День Рождения Кролика Питера. Давайте с ней познакомимся. Питер собирается отпраздновать свой день рождения в домике на дереве и отправил вам приглашение. Вы готовы отправиться на его вечеринку? Вы сможете хорошо провести время со всеми друзьями из клуба Питера и приготовить отменный торт для Питера. Для того, чтобы добраться до домика на дереве, вам придется преодолеть все препятствия и сыграть во все игры, расположенные на карте. Кроме того, вам потребуется собрать 15 значков, чтобы стать членом клуба Питера. Для начала мы дадим вам 3000 редисок, чтобы вы могли разблокировать понравившиеся вам игры. Вы сможете получить еще больше редиса, играя в разблокированные игры, просматривая рекламу и приобретая их в магазине Питера. Вот как нам все вообще рассказали классно. Причем обещали 3000, а дали 5, да? Итак, привет. Я хочу пригласить тебя на вечеринку по случаю моего дня рождения, которая пройдет в домике на дереве. Используй карту из этого дневника, чтобы добраться до домика на дереве. Я буду ждать тебя там. Удачи и не стоит медлить ни секунды. А давайте начнем по порядку. Сила! Потренируйтесь в стрельбе, атакуя мистера Тодда, Томми, Старого Брауна и Сэмми ягодами клубники. Причем, видите, нам дают описание сначала мини-игры, а потом вот уже можно ее покупать, да? Не понравилось, можно перейти к следующей. Давайте, есть вот время, да? Минута всего. Ой. Так, атью, лиса прям передо мной, а я пропустил. Ой, мимо. А за промах хоть не забирает ничего? У тебя отлично получается. Ну это ж представьте, сколько нужно раз попасть, чтобы заработать 1000 редисок. Наверное, очень много. Можно прикинуть, это 200 раз нужно попасть, да? Вроде бы как и не сильно долго там. Ой. А ведь как они очень быстро уже выскакивать. Ближе к концу, да? Ой. Сначала они нас прям ждали, стояли, а теперь уже не ждут. Ты получаешь новый значок. 150 редисок заработано. Заработано. И значок силы. Хорошо. А, так, можно пролистать в сторону. Вот еще какие здесь мини-игры есть. И вот последняя страница. И как бы уже сам домик, да? Интересно, что же в нем будет? Но не будем пока туда вдаваться в эти дебри. А давайте на первой странице продолжим. Навыки. Ух ты. Получается, нам нужно провести мяч к финишу, да? Хорошо, разблокируем. Итак, здесь все просто в начале, да? Как катить? Подождите. Что-то у меня быстро не получается это делать. У тебя отлично получается. А, так, сюда, сюда. Вопрос в том, сколько нам за это дадут денег. Редисок. 325. Ого, 75 за раз. Так, получается, здесь легче зарабатывать редиски. То есть, не нужно сильно там прям нафрягаться. Просто ведешь. Ну, правда, вот первые были такие коротенькие. Эти полосы препятствия. А вот третья, видите, какая длинная оказалась. То есть, не так уж и быстро. Есть. А это тоже будет долгая. Ой-ой-ой, какие они, правда, длинные получаются. Но, опять же, там мы заработали 150 редисок. А здесь вот я уже 225 заработал. Так, давай быстрее. Может, еще раз успею? Ой, как долго. В смысле, как, какая... А, нет, не сюда. Не успею. 9 секунд. Очень быстро стараюсь. Но, скорее всего, не успею. Будет обидно. Ай-яй-яй, чуть... А-а-а, видите. Пройдена еще одна игра, и домик на дереве стал еще на один шаг ближе. Ух, так, скиллы. Дали вот 300 редисок. Хорошо. Ну, не дали в смысле, а заработал, да? Так, в итоге у меня уже 450. Да, 150 там и 300 здесь. Не хотел буквально пару секунд, чтобы себе 75 заработать. Ладно, следующая мини-игра у нас какая? Воображение. Воображение. Внимательно посмотрите на центральный рисунок. Ого. После наведения фокуса вам нужно выбрать правильный ответ максимально быстро. Это будет интересно. Главное, что все качественно переведено. Воображение, то есть вот. Это правильный вариант. Так, только единственное, нужно... Посчитать воображение, воображение. Вот, нижняя. Ну, тут мало дают, конечно. Вот, это без вариантов. Так, 505. Это, скорее всего, дерево. 526, то есть 21 всего, да? Это тоже вот без проблем. Эти можно все картинки запомнить со временем, да? И просто потом уже наугад их клацать быстренько. Опять вот редиска, да? Что здесь сложного? А тут вот, скорее всего, озеро с большим деревом. Это грядка. Так, тут тоже без вариантов. Сначала я немного там задумался, а потом, как видите, совсем все просто было. Опять вот редиска это. В принципе, повторяются картинки. 279 я здесь заработал, да? Ясно. Хотя вообще не сложно было, да? Так. Ну что ж, следующая мини-игра. А, челлендж какой-то. Испытание. Нажмите на корзину с правильным ответом. Ага. Прикольно. И так. Не понял. А, 1 плюс 1. Я просто не увидел. Вопрос, сколько дают нам за это? Опять. 44, 59. 15, да? 15 монеток. Так, пример не меняется. О, 11 плюс 7. 18. 18. Так. Я буду быстро нажимать. 11. 13. Чтобы больше заработать этих вот редисок. А, минус 2. 10. 8. 10 минус 6. 4. 5. 8. То есть, видите, какая прикольная игра. Можно проверять себя. Даже умножение есть. 20. 16. 0. Снова 0. 0. Постоянно 0. 3. И деление даже есть. Вот, заработало здесь, получается. Морковь. О, морковки, редиски. А, 300 или сколько там? В итоге вот у меня уже 2000 редиски всего. А, должна была остаться 1000, но 1000 я уже заработал в этих мини-играх, да? А, давайте откроем пятую. Вот сегодня. А, больше уже, к сожалению, не успею. А, 3 выпуска по 5. Этих вот. Активность. Найдите на игровой доске комбинацию, которую показывает Бенджамин. Ого, а вот это тяжело. Будет. Интересно. Какой приз. А, так, что-то я задумался. Получается, вот. Раз, два, три нужно провести. Вот, раз, два, три. Продолжай в том же духе. А, а просто выбрать уже готовое решение или что? Я не пойму. А, нет, так я провожу. Так, синее, желтое, синее. А, так, красное, синее, желтое, синее. Вот, снижний ряд. Ну, немного за это дают, вот. 149, 169, 20 всего. Так, оранжевый, красный. Вот как-то так, наверное, да? Нет. А, в ряд должно быть. Оранжевый, красный. Вот так вот. А, ой, не то. Подождите. Ого. Вот, целый ряд. Непростое задание такое. Ммм, опять. Ты получаешь новый значок. О, 180, все, заработал. Маловато, если честно. Ха. Вот такие вот игры. Конечно, здесь много еще разных интересных. Другие ходы. Нажимайте на квадратики, из которых состоит изображение. Ага, пазлы. Чтобы повернуть их и вернуть картину в исходное состояние. Ясно. А, дальше. Расследование. Расследование. Отрывайте каточки, чтобы узнать, сколько пар вы сможете подобрать, пока не закончится игровое время. Понял. Дальше. Действие. Помогите Питеру собрать как можно больше редиса. А, гляньте, классно. Поворачиваясь от препятствий, которые постоянно встречаются в новом пути. Просто как раннер такой, да? Забота. Помогите Питеру вырастить овощи, четко следуя указанной вам дорогой. Вау. Дальше игры интереснее идут, чем первые. Сможете ли вы помочь Питеру найти все объекты? Супер. Так. Приключения. Укажите кратчайший путь, который позволит добраться к редису. Тоже интересная мини-гратус. По-моему, самое интересное осталось у нас на потом, да? Дальше. Дружба. Внимательно посмотрите, какие блюда хотят получить Питер, Бенджамин, Лилли и ватный хвост. После этого перетащите подходящее блюдо для каждого из них. Понял. Так. На свежем воздухе. Помогите, Нуткин, собрать все лесные орехи, перемещая корзину при помощи вашего пальца. Будьте внимательны, ведь вам нужно собирать только те орехи, которые указаны на доске. Обалдеть, это сложно. Аааа, так, дальше. Скорость. Внимательно посмотрите на редиски, представленные на экране, и разрежьте пальцем те, номер которых совпадает с номером, указанным на доске. То есть в одной игре как бы у нас тут куча других мини-игр как приложение, да? Храбрость. Очень интересно. А здесь нам собирать пазлы нужно. Тоже, наверное, на время. То есть есть чем заняться, еще 10 мини-игр, постараюсь заработать на них редиску, чтобы потом вот открывать, ну и уже вместе с вами это все дело рассмотреть. А если вам понравилась эта игрушка, скачивайте ее себе, она абсолютно бесплатная, и иногда выскакивает реклама, как бы, но все остальное можно открыть и заработать ничего, как бы, ну, не платя. Ну, а также поддерживайте это видео своим лайком, советуйте другие интересные игры для лосфлеев. Ну и до новых встреч, всем удачи, пока-пока.